как изменить цвет вручную какого-то объекта мы уже не раз проходили например в предыдущем уроке это не сложно но как сделать так чтобы цвет менялся например при наступлении каких-то событий например через какое-то время как в светофоре или при нажатии на кнопку в этом виде мы разберем как это делается для начала я создам объект в виде стены на котором мы будем проводить наши испытания это обычный парц но назову я его парцклор вы можете назвать его как вам нравится но чтобы было уникальное имя по которому мы сможем обращаться через скрипт теперь создадим скрипт по сути цвет можно установить с помощью одной строки мы указываем путь до нашего объекта его имя затем пишем брик лор и присваиваем ему новый цвет для тех кому подходит предустановленный цвет этого будет достаточно название цвета можно посмотреть в палитре цветов панели управления также на сайте разработчиков есть таблица с цветами используя цикл и задержку можно сделать изменение цвета одного и того же парца просто указываете в какие цвета нужно покрасить парцы укажите небольшую задержку чтобы эти изменения были заметны если же вам нужно чтобы объект постоянно менял цвет на новый тогда используйте рандом наша стена для экспериментов теперь будет менять периодически цвет и он постоянно будет разный есть еще один метод изменения цвета объектов и он подойдет для тех кто не хочет использовать имена а привык использовать циферные обозначения например как делают в веб языках html css мне этот метод больше нравится так как можно указать любой оттенок для этого нужно уже использовать свойства color 3 но синтаксис по сути такой же как и у brick color единственное что в скобках вы выбираете цвет какой хотите отображается это в цифрах от 0 до двухсот пятидесяти пяти как в rgb идем дальше усложняем задачу по сути в игре изменения цвета можно использовать как угодно например при нажатии кнопки или клавиши или срабатыванию какого-то условия в уроке с управлением камерой я использовал скрипт который срабатывает когда на партс наступает игрок возьмем его и применим в этом уроке вы же можете использовать и другие скрипты с других уроков я покажу простой пример удаляем ненужный нам код и вставляем строку с случайным цветом создадим партс на которой будем наступать и назовем его touch part также лучше удалить цикл оставшийся с предыдущего урока если вы не хотите чтобы цвета постоянно менялись если хотите чтобы цвет изменился только один раз используйте условия с флагом и и и А теперь сделаем обычный светофор, который будет включать определенный цвет через какое-то время. Собственно, как настоящий светофор, я сделаю простенький вариант, чтобы показать скрипты, как можно управлять цветами. Вы же можете смоделировать более реалистичный вариант. Например, в предыдущем уроке я показывал, как можно моделировать предметы в Роблоксе. По сути, нам понадобится прямоугольный парц и три сферы. Лучше из них, конечно, сделать полусферы. Красим их, например, в черный цвет, чтобы не выделялись. Называем соответственно парца как красный, желтый и зеленый. Можно и просто Color 1, 2 и 3. Главное, чтобы были уникальные имена. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше с помощью скрипта присваиваем им определенный цвет. Также устанавливаем задержку вид, чтобы имитировать работу светофора. Интервал можете изменить на любой какой хотите. Также нужно предыдущему цвету присваивать черный цвет. цвет. То есть, когда загорается желтый, красный тухнет. Так как Yellow Parts получил желтый цвет, а Red Parts черный. Я использую в виде Brick Color. Но для более реального цвета лучше все же использовать Color 3, ну или подобрать более правильные цвета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так используя Brick Color или Color 3 вы можете разнообразить вашу игру. Если мое видео было полезно вам, не жадничайте ставить лайк. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok